Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на нашей встрече. Давайте дадим еще несколько минут тем, кто в пути. И очень много приходило мне сообщений, что люди голосуют всеми руками за тему, но не получается присутствовать, люди будут дороги, а йод с работы. Такое время. Поэтому будет запись, и мы, соответственно, тем, кто сегодня не с нами, сможем эту запись предоставить. Мы сегодня хотели рассмотреть с вами три темы. Первая тема – это продолжить цифровизацию. Говорить по цифровизации. И если в прошлый раз мы говорили об исследованиях и о том, действительно ли цифровизация является важной составляющей современной компании, то сегодня я предлагаю поговорить и обсудить конкретные шаги, которые могут быть направлены на цифровую трансформацию компании. И я очень надеюсь, что наша встреча будет аттрактивна, что вы будете задать свои вопросы, высказать свое мнение, и будем идти вместе. Вторая тема. Я думаю, у нас хватит на нее время. Это Наталья Антипова подсказала и попросила обсудить. Началось все с ее вопроса в группе финансовой. Я на нее ответил, пошла переписка. Я понял, что тема настолько актуальна, что стоит ее вынести на общее обсуждение. Тема – это первые шаги финансового директора на новом рабочем месте. То есть мы хотим это обсудить, потому что, кажется, есть представление о красоте. Более того, знаете, когда учат финансовых специалистов, финансового директора в том числе, МБИ – это не исключение, то рассказывают не в порядке приоритета, а в порядке, знаете, как русский баланс начинается с первого счета, с основных средств. Хотя, нужно знать международные стандарты отчетности, там начинается с самого ликвидного актива. Так вот, мы хотим с Натальей, если она здесь с нами, Наталья, дайте, пожалуйста, сигнал здесь вы или нет. Мы хотим с Натальей, хотели обсудить именно в порядке убывания приоритетов, на что должен обращать внимание в первую очередь финансовый директор при заступлении на новое место работы. И третья тема – это Антон Аскресенский попросил подробнее рассказать про курс обучения. И вопрос звучит так. Сможет ли студент курса после выпуска прийти на реальное предприятие и построить управленческую систему с нуля, если не дадут свою первичку? Ну, давайте тоже об этом поговорим, да. Это будет наша третья тема. Призываю вас начинать активнее пользоваться либо чатом, да, либо давайте, чтобы не было многоголосицы, я буду давать слово вам, и все, кто захочет, всегда сможет высказаться. Почему я вот эту тему затрагиваю, да, потому что тема цифровизации, потому что она коснулась меня лично. И кроме того, что я финансовый директор Института Мирбис, я еще являюсь и, как можно сейчас говорить, сеньор диджитал офицер, да, руководителя цифровой трансформации, можно так сказать, руководителя цифровой трансформации нашей компании, нашего института. И отвечаю, соответственно, за развитие нашего института в цифровую сторону. Я нашел, ну, даже не я нашел, мне прислали коллеги интересную работу. Сейчас я поделюсь с вами интересную работу. Вот, надеюсь, видно. Эта компания консалтинговая составила такой чек-лист, они называют «46 шагов к цифровой зрелости». Кому интересно, я могу направить этот документ для изучения, да, чтобы почитать внимательно с карандашом. Я внимательно почитал. Я попробовал применить, переломить предложенные шаги к своей компании, да, к своему институту, и я расскажу, что это получилось. Все это такой, ну, документ в PDF, да, вот «46 шагов» начинается разработать, принять цифровую стратегию, назначить отдельного человека, перенести эко-систему в облако, и там заканчивается еще, заканчивается еще, ну, остальными шагами. Что я сделал? Я из этого чек-листа сделал документ в Excel, потому что здесь работать с ним неудобно. не в Excel, Word, да, и попробовал переложить, не искажая смысл, то есть не искажая смысл «46 шагов», просто применить это к нашей компании. Вот, видно сейчас на экране… Сейчас, секунду, там… Возвращаюсь… Сейчас на экране должен быть документ PDF, называться «46 шагов цифровой зрелости». И я дал определенные названия, определенные заголовки, да, и хотел с вами пройтись по «46 шагам». То есть у меня здесь есть разделы, я о них расскажу. Начать с общих вещей, которые, наверное, одинаковы для всех компаний. И я вот… Это нумерация шагов, да, вот их здесь «46» должно быть. И я разложил их по датам, по крайней мере, пытался это сделать, да, прогноз, когда эти шаги мы можем сделать. Это, опять же, я говорю, применительно к своей компании. То есть я расписал это на два года вперед, до 23 года, хотя, ну, надо понимать, что этим все не остановится, этим все не закончится, наверняка еще цифровые шаги будут сделаны дальше. То есть первые две вещи – разработать, принять цифровую стратегию компании, назначить ответственных и назначить человека, отвечающего за реализацию стратегии. Но можно считать, что у нас… В прошлый раз я делился с вами таким замыслом, да, нашей цифровой стратегии, нашего института. И сейчас можно считать, что вот эти «46 шагов», про которые я говорю, это тоже продолжение цифровой стратегии. Здесь примерно написано, в какую сторону компания может идти. Ну, человека у нас назначили, да, есть у нас должность, я являюсь человеком, который занимается цифровой трансформацией в нашем мире. И обратите внимание, когда я говорю «цифровая трансформация», это не только и даже не столько создание цифровых продуктов для наших студентов, это в том числе, и это важная часть, это цифровые преобразования внутри компании. Ну, еще давайте сделаю такой шаг в сторону. Скажу, что, к сожалению, на этой теме довольно много, знаете, пены, да, тема модная, и поэтому не так часто встречаются разумные статьи, и, к сожалению, приходится по крупицам выискивать, да. Вот, и… Но когда встречаются, вот я с вами поделился этим, что мне понравилось. Следующий шаг – это предполагается создать условия для удаленной работы в гибком офисе, ну, 24 на 7 я их назвал, то есть постоянно, да, чтобы иметь постоянный доступ из любого места, ну, из любой точки к своему рабочему месту. Соответственно, приходится перенести экосистему компании «Облако». У нас, вот, кстати, мы находимся в этом процессе, и мы арендуем облачные сервера для части задач. То есть у нас есть сервера в нашей компании, часть мы перенесли в «Облако». И, допустим, мы отдали на аутсорсинг сопровождение наших серверов 1С, ну, на технический аутсорсинг, да, то есть платим там деньги, и, ну, мы на этом, существенно, сэкономим, то есть мы смогли уволить людей, которые отвечают за сопровождение, просто нанять компанию, которая этим занимается профессионально и несет за это ответственность. Я не буду громко зачитывать, да, то есть здесь предполагаются инструменты совместной работы, корпоративных коммуникаций, портал самообслуживания. Я вот еще цветом отмечал красное – это очень важно, там, желтое, оранжевое – не очень, ну, средняя важность, и зеленая там есть, ну, для нас это представляет малую значимость, вот. То есть это шаги важны, да, технически, но считается, что компания должна их пройти, прежде чем приступить к более масштабным цифровым преобразованию. Ну, вот предлагается еще схема для работы собственных устройств, да, так вот, не помню, как расшифруется, BY-COD. Здесь есть, конечно, разные мнения у людей, насколько это безопасно в первую очередь, да, и насколько это сложно или легко в технической поддержке. Поэтому, ну, мы пока, то есть такой микс-вариант, то есть кто-то работает с собственных устройств, кто-то работает с оборудованием, выданного на рабочем месте, но мы смогли перейти на офис, который работает, в том числе, в удаленном режиме. То есть у нас каждое подразделение работает по своему графику, допустим, финансовая служба раз в неделю составляет график работ, соглашуется там с руководством, и люди в этом режиме работают. К сожалению, бухгалтера пока привязаны к бумажным документам, поэтому бухгалтера, и особенно люди, связанные с кадром делопроизводства, с расчетной зарплаты, меньше всего могут быть оторваны в удаленный режим. Да, им приходится работать с бумагами, и мы сейчас пытаемся перейти на электронный документ оборота. И об этом как раз следующий раздел называется «Автоматизировать внутренний документ оборота». Вот, не поверите, буквально, буквально сегодня мы обсуждали этот вопрос, у нас было совещание, да, у нас регулярный менеджмент, поэтому у нас по средам мы обсуждаем как раз автоматизацию внутреннего документа оборота. Но что мы делаем, мы не просто внедряем какую-то систему, допустим, 1С документа оборота, мы сначала пытаемся выпрямить так называемые спагетти-диаграммы и максимально упросить документ оборота. То есть я свою задачу вижу, прежде чем приступать к автоматизации, максимальное упрощение. Но если интересно, могу буквально сейчас показать, в каком виде мы проводим подготовку описание бизнес-процессов перед автоматизацией. То есть мы, вот смотрите, если экран виден, вот это, допустим, в нашей ситуации описание бизнес-процесса, оформление договора с преподавателями. Ну, для вашей ситуации, с производственной компанией, торговой компанией, это оформление договора с поставщиком. У нас это не такая простая тема. Но на что хотел обратить внимание? Если вы обратите, видите, ну, красный цвет не обращайте внимания, это я выделил блоки, которые изменил по сравнению с прошлой редакцией, это я для себя сделал. Вот желтеньким цветом выделены документы или элементы базы данных системы 1С, желтым-оранжевым. Желтым вот наша система 1С университет, таким оранжевым 1С комплексной автоматизацией. Это аналог или как это, выжимка, выдержка из 1С РП. То есть, как вы видите, я пытаюсь описывать бизнес-процесс не просто кто кому когда носит бумажки, но сразу я это трансформирую в объекты системы. Потому что это вот, ну, есть, я считаю, важная составляющая автоматизация, да, учиться сразу описывать в объектах системы, в которую будете делать автоматизацию в том числе документа оборота. И вы будете смеяться, оказалось, что для вот этой системы, для вот оформления договора с преподавателем один документ оборота не нужен, потому что мы смогли так упростить, что, к сожалению, пока не нужно. Сделаю оговорку пока. Пока в России электронные подписи находятся, ну, в зачаточном состоянии. Это, как хотите, можно долго обсуждать это, да, но если у вас преподаватель физическое лицо, то не так просто дать ему электронную подпись. То есть электронную подпись сделать в нашей компании, нашим руководителям, ну, мы готовы, но заставить каждого из 200 наших преподавателей пойти там в сертификационный центр и получить там флешку или записать на телефон какую-то инсталлирует программу, да, ну, это, причем это нужно делать там, ну, и платить за это нужно, это платить каждый год нужно. К сожалению, инфраструктура работы с электронными подписами физических лиц для общедоступного пользования, не для пользы с госресурсами, с моими, там, как мои документы называются, а вот для общения между физлицами и юрлицей или между физлицами вообще, ну, в России на низком уровне. Поэтому пока мы не можем обеспечить электронный документ-оборот с преподавателями, а последующим мы хотим и с студентами. И я понимаю, что развивать мы эту тему будем созданием портала. То есть не пользуясь услугами, там, СБИС или там, как это называется, Калужская компания, еще есть. То есть мы будем двигаться в сторону портала, на который будем подключать преподавателей и студентов. Это дешевле, это проще, это не нужно никуда ходить, на какие-то проспекты Лича ехать, оформлять электронную подпись. Ну, это выглядит как-то несовременно. Мы хотим современно. Так вот, мы решили, что пока мы не сможем подписывать документы в электронном виде, то нам документ-оборот такой не нужен. Потому что ты все согласовал, потом печатаешь, ставишь печать, сканируешь. Это все выглядит как-то допотопно. Мы сказали, что мы просто упростили максимальный оборот, убрали максимум согласования. Надо, допустим, юрист этот не согласовывает документ. Почему? Потому что договора печатают системы автоматически. Пользователь, по сути, не может нести никаких там изменений. То есть он печатает сразу в формате PDF, соответственно, он является типовым. Типовым формам юристы утвердили, больше там ничего смотреть не надо. Есть там вопрос ценообразования, это отдельный приказ утверждается, кому сколько платить. но вот вопрос собственно формы договора, он, ну, то есть у нас хочу сказать, что у нас есть исполнитель и подписант. Все, никаких согласований не проходит внутри. То есть мы смогли обойтись без этого. То есть мы вместо того, чтобы автоматизировать документ оборот, мы его просто распрямили, убрали все согласования, перевесив необходимость согласования на информационную систему. То есть информационная система не даст нести сама искажение в договор, и, соответственно, если юрист типовую форму утвердил, то не надо потом к нему ходить и каждый договор согласовывать. Но я больше не буду останавливаться, извиняюсь за такой вот шаг в сторону, если вам было интересно. Я, с вашего позволения, сейчас посмотрю, есть вопросы, да? А бизнес-процесс не видно было? Ай-яй-яй. Ну, давайте сейчас я вернусь к другим вопросам. Извиняюсь. Скажите, пожалуйста, сейчас видно бизнес-процесс? Если можно, скажите словами кто-то в микрофон. Да, сейчас видно. А было не видно, да? Да, не видно было. Грустно. Но я повторю, ничего страшного. Простите уж меня, пожалуйста. Смотрите, это описание бизнес-процесса. Согласование договора с преподавателем, как я сказал, да? Вот такой несложный бизнес-процесс. Обращая внимание, что желтым и оранжевым цветом помечены документы или объекты базы данных. То есть описание, как это строится. Что есть процесс, есть документ. Из процесса всегда выходит документ. Иначе такой процесс считается бессмысленным. Если процесс не рождает никакой документ. Но документ не обязательно это бумажка. Это может быть элемент справочника. Обратите внимание, да, я пишу сразу свой бизнес-процесс в терминах своей информационной системы. Вот такой, он еще не доделан, поэтому блоки вот так валяются некоторые внизу, да, подготовок к добавлению в этот процесс. Вот так выглядит это описание моего бизнес-процесса. Но, обращая внимание, не буду останавливаться на самом программном средстве, здесь, если мы зайдем внутрь, допустим, вот я на блок, это сейчас щелк, мне видно, называется регистрация преподавателя в системе DNS-университет. Если я на него нажму два раза, то, сейчас я тогда буду так ходить, простите, чтобы быть уверенным, что до вас доходят цифры, то видите, возникает документ Word, в котором по определенным правилам описывается бизнес-процесс словами. То есть, это такое описание текстово-графическое, да, то есть, вот оно, там, это такое довольно короткое описание на полстраницы, но, в принципе, есть более сложные на нескольких страницах, то есть, а если мы говорим о документе, да, о документе, то не буду открывать, то есть, если два раза нажмем на документ, то там выйдет форма документа или описание документа, допустим, в Excel, или как выглядит элемент справочника, будет там принт-скрин сделан, то есть, вот в таком описании, я считаю, это важной, давайте, я считаю, это важной, важной частью подготовки к автоматизации, да, то есть, когда мы говорим возвращаясь к 46 шагам, да, если мы говорим про автоматизацию документа оборот, я вам показал пример, допустим, как я приступаю к автоматизации прежде, чем бросаться к роялю, да, я сначала пишу ноты, потом уже сажусь к роялю и их играю, как ни странно, это в разы повышает успешность проекта, сокращает расходы, трудозатраты, да, и сроки, но не хочу хвалиться, но хочу напомнить или повторить, что наш вуз выиграл в прошлом году звание там 1С проекта года, среди всех образовательных учреждений России и научных учреждений, среди всех образовательных учреждений России наш проект по автоматизации был признан лучшим, поэтому вот то, что я рассказываю, да, это, ну, мне кажется, так и надо делать, это приводит к успешным результатам. Автоматизировать договорную деятельность, то же самое, да, не вопрос, административные процессы, заявки на оплату, оформление пропусков, офисное обслуживание, отправка корреспонденции, но заявки на оплату у нас автоматизированы, но, ну, я сделаю шаг в сторону, расскажу, что тот, кто слушал мой курс, предыдущий управление оборотным капиталом, или тот, кто будет, начиная с 24 февраля, слушать курс про цифровую трансформацию глазами финансового директора, то узнают, что для меня это не больше заявки на оплату, да, это целая система казначейства, я рассказываю, как ее строюсь, так называемые сводными платежными распоряжениями, то есть это механизм, позволяющий казначею, финансовому директору или генеральному директору обоснованно принять решение платить, не платить или перенести, да, то есть не просто платежный календарь, когда показывают, когда у вас кассовый разрыв, нет, и не просто одна заявка согласовывается, платить, не платить, как я могу принять решение, платить, не платить, нужно много информации, чтобы понять, и нужно, ну, и нужно, как это, взгляд сверху, да, на это, и вот, ну, я рассказываю, сейчас не буду останавливаться, подробно, что это такое, это целый процесс казначейства, и, извиняюсь, оформление пропусков, не надо ставить на одну доску заявками на оплату, это совсем разные вещи, заявки на оплату у нас, ну, так автоматизировано, что просто отзывок отскать, да, а вот, с бюджетированием, с кассовым планированием, ну, кстати, про оформление пропусков, это тоже важно, давайте скажу чуть в сторону, мы хотим сделать не просто оформление пропусков, мы хотим двигаться дальше, допустим, к нам приходят студенты, и мы должны знать, кто из них был на занятиях, да, соответственно, если человек там зашел по пропуску и вышел там не раньше, через 30 минут, мы считаем, что он был на занятиях, условно, да, то есть, снимая с нагрузкой преподавателей по отметке отчаяния студентов, более того, у нас часто бывают случаи, когда у нас учится MBA, экзекьютив MBA, и такие люди, знаете, ну, забывчивые, забывают пропуска, и мы хотим внедрить систему там распознавания, там, по радужной оболочке глаз, что, ну, забыл пропуск, ничего страшного, подошел глаз, как говорится, глазом посмотрел на систему распознавания, и тебя пропустили, вот, ну, это намного шире, чем просто оформление пропусков, мы вот к этому движемся, в такой к умной системе, тем более сейчас ковид, мы должны мерить всем температур, и мы тоже думаем, ну, сейчас это руками мерится, да, мы хотим тоже это автоматизировать, чтобы это, ну, есть система, которая там охватывает целый холл, и выявляет тех, кто с температурой повышен, вот, кадроводделопроизводство, ну, у нас кадроводделопроизводство, тоже интересно, да, приемовольнения, вот, что такое автоматизировать, это перевести на электронный документооборот, да, или это просто научиться с ДНС, печатать там приказ на прием, приказ на увольнение, если говорить про электронный документооборот, то, ну, не так просто перевести его в электронный вид, без оформления бумажных документов, да, только с электронными подписями сотрудника, и электронной подписью работодателю, к сожалению, здесь тоже оформление подписей физических лиц, но происходит, ну, я имею в виду, мы хотим так, должно быть так сделано, кадроводделопроизводство, чтобы суд потом принял эти документы, ну, как подписаны обеими сторонами, это тоже непростая задача, это не просто штампик шлепнуть, что в электронном виде, какая-то электронная подпись стоит, нет, мы должны знать, что если вдруг, не дай бог, мы пойдем в суд, это относится, конечно, в первую очередь, не к кадров, а вообще к делопроизводству, да, должны понимать, что ваши юристы, адвокаты смогут доказать суду, что договор именно в таком виде подписан обеими сторонами, это тоже, поверьте, непростая задача, к сожалению, здесь инфраструктура России и законодательство России отстает от, ну, отстает от требований времени, если вы в суд принесете какие-то флешки там, или дискеты с чем-то, вас просто не примут, им нужно распечатанный документ. Как раз об этом последний пункт, да, выписать электронную подпись, не дайте ее до подписания любых документов. Вот, аплодирую стоя, сейчас, к счастью, ФНС поручили двигаться в сторону электронного документа, ворот, если вы знаете, началось это в декабре прошлого года, закончится, по-моему, в 2024 году, об этом почему-то мало говорят, мало пишут, но государство планирует передать, во-первых, отменить удостоверяющие центры, то есть электронные подписи будет давать теперь государство, а не там Тензор, НИСБИС и так далее. Это начинает, через год, по-моему, начинается система и закончится все это тем, что, как я это вижу, да, что максимально весь документ оборот будет приведен между компаниями и между компаниями государства, между налогоинспекцией в электронный вид. И это значит, что все счета-фактуры вы будете не просто в конце квартала вставлять свой отчет, вы будете физически направлять контрагенту через систему ФНС. Понятно, что когда государство говорит о том, что оно пытается сэкономить ваши деньги, да, чтобы отказались от бумажных архивов или там повысить скорость, то она в первую очередь преследует фискальные цели, да, повысить собираемость налога, потому что сейчас прослежимость не идеальная, да, они только по отчетам смогут смотреть, что если у кого-то, ну, кто-то поставил сейчас там НДС-зачет, у кого-то должно, наоборот, НДС-коплатье бюджет выставить. А сейчас, представьте, все документы, ну, все документы, связанные с налогой, будут идти через ФНС. Соответственно, посчитать вместо вас ваш налогодекларациям будет ничего не стоить. И считается, что это в разы повысит собираемость налогов. Хотя цель, конечно, ну, не в разы, я, конечно, загнул, да, но повысит собираемость, но декларируется цель, что это миллиарды рублей, отказавшись от бумаги. Ну, про внутренние коммуникации. Смотрите, я их, видите, поставил зелененьким. Для меня это не так важно, потому что то, что предлагает вот компания в этих 46 шагах, процесс адаптации новых сотрудников, для решения рутинных задач, для процесса заявки от пользователей. Вот мы, конечно, вот, начну с третьей части, заявки в IT-службу. Мы двигались в эту сторону и пытались рассмотреть разные решения, позволяющие это автоматизировать. И делали каталог услуг, что пользователи выбирают услугу, да, и пытались, чтобы мотивацию сделать сотрудник в IT-службе, то есть, кто с какой эффективностью отработал заявки. Мы все это начали делать, но поняли, что нам важнее, да, допустим, у нас не миллиарды рублей и не десятки тысяч сотрудников, то есть, у нас есть ограниченные ресурсы, им понятно, лучше мы свои усилия по автоматизации направим в сторону цепочки добавленной стоимости, то есть, это автоматизировать отношения со студентами, с преподавателями, сделать новые цифровые продукты, чем тратить сейчас эти силы на автоматизацию внутренних бизнес-процессов. Да, это важно, но мы пока смогли это организационными мерами решить. У нас есть телефон в хеллдеске, есть электронный адрес, пока это работает так. И, в принципе, работает удовлетворительно. Ведь, когда мы говорим про автоматизацию, надо понимать, ради чего мы это делаем, ради чего мы хотим внедрить автоматизацию или цифровизацию, если хотите, в более широком смысле этого слова, что либо это должно сокращение за трат, то есть, вас освобождает этот человек или там полчеловека, соответственно, вы либо увольняете, либо даете ему другую, более интеллектуальную работу. Либо у вас качественно повышается аналитика, то есть, вы раньше такой информацией не владели, теперь у вас огромное поле информации, можете с ней работать, анализировать, строить прогнозы на основании этих данных. Либо повышается безопасность, надежность системы, то есть, должны быть какие-то конкретные, мне так кажется, должны быть конкретные результаты, что вы планируете достичь от автоматизации. И вы поняли, что вот чат-бот для новых сотрудников нам ничего не поможет. То есть, у нас, потому что, ну, не выглядит смешно. У нас сотрудники, ну, и низко оплачиваем, да, может быть, если сотрудник у вас имеется в виду, знаете, где есть массовый прием работников, допустим, на стройку, да, то, конечно, может, там чат-бот подойдет, но для очных работников, мне кажется, это, ну, выглядит надуманным, так хочу сказать, никто сейчас ботом разговаривать не будет, будет разговаривать с непосредственным руководителем, поэтому я всем вот этим вещам поставил такой зеленый, я их не вытекну, но поставил зеленый приоритет, да, самый неактуальный для нас. С вашего позволения, давайте я прервусь, да, там есть вопросы. Надежда говорит, да, госслуг, ЭЦП, да, на госслугах есть ЭЦП, действительно, даются, да, есть такая тоже проблема с левыми отчетами, потому что, черти как, выдана цифровая подпись по доверенности или как-то еще, да, но именно поэтому зрячий центр требует личного присутствия при оформлении цифровой подписи. Вот, но это отдельная тема, цифровой подписи уже прямо немножко трясет от этого, потому что вроде кажется, что так много всего здесь сделано, а на самом деле, ну, процентов на 20 это реализовано, к сожалению, да, вот, переход на электронный документ, наоборот, но я понимаю, что за этим будущее, и настанет время, я в это верю, когда у нас бумажные документы уйдут в небытие, и будут электронные цифровые архивы. Так, я с вашего позволения возвращаюсь к демонстрации, тоже интересный вопрос, который хочется осветить, это корпоративные знания. внедрить мезодологию управления знаниями, интегрировать базу знаний в рабочую среду и создать условия для освоения сотрудников и новых навыков. Вот, мы считаем для себя сдачу желтую, то есть, это важно, да, но это не первый приоритет, второй приоритет, потому что у нас, ну, я понимаю, что к этому, видите, какой срок, это я же на два года предполагаю это закончить, потому что это непросто, это непросто, нужно, во-первых, знания структурировать, то есть, все документы, все вот те бизнес-процессы, которые я показывал, это же тоже часть знаний, да, это все нужно привести в какой-то каталог, какой-то нормализованный вид, чтобы этим можно было управлять и делиться, это непростая задача, и для меня, я покажу дальше, вы увидите, что важнее, да, чем, ну, чем, вот, управлять внутренними знаниями, у нас, видите, ну, почему еще, я это, ставлю не красный, желтый приоритет, потому что у нас широко распространена взаимозаменяемость, то есть, в принципе, у нас нет острой необходимости, чтобы все знали все, ну, то есть, чтобы обучать всех всему, они и так, в процессе работы, постоянно, так сказать, подменяют друг друга, у нас так построена организационная структура, да, создание операционных залов, что у нас, я считаю, очень хорошее взаимозаменяемость, поэтому вот, у нас знания между сотрудниками, они перетекают в свободной форме, да, то есть, нам не нужно отдельно хранить знания, и, и, по закупкам, потому что рядом сидящий с ним бухгалтер может в случае чего его заместить, даже бухгалтер может заместить менеджера по закупкам, представьте себе такое, но это отдельная тема, да, вот про организационную структуру, про операционные залы, я вот тут же на курсе рассказывал, буду рассказывать, вот как сделать так, чтобы организационными методами решить проблему сохранения знаний в компании, да, и передачи знаний, свободного транзита знания между сотрудниками, и вот плавно мы прошли ровно половину, видите, 23 шага, да, это вот вещи такие, я бы сказал, технические, они начальные, да, они не посвящены основному бизнес-процессу, если вы помните, основной бизнес-процесс или цепочка добавленной стоимости любой компании, да, это там закупки, производство, продажи, и это относится и к производственной компании, к торговой, даже к нам, к образовательной организации, у нас есть свои закупки, то есть мы закупаем у преподавателей там их контент, их время, есть у нас свое производство, да, из закупленного преподавателя контента мы сооружаем наши продукты, и есть продажи, это наше отношение с студентами, которым мы эти продукты предлагаем, то есть в принципе в любой коммерческой структуре, да, есть такая цепочка, и вот если до этого мы говорили про автоматизацию, цифровизацию сопутствующих бизнес-процессов, то сейчас мы переходим к автоматизации, цифровизации основной цепочки добавленной стоимости, и здесь я себе позволил поменять форму, потому что я вынужден как переводчиком здесь быть и переводить, если слева у меня колонка, то, что предлагает нам сделать автор этой методички, да, если так можно сказать, справа, это я пишу, как это я интерпретирую на свою сторону, надо понимать, что у нас, что те шаги, которые нам предлагают консультанты, они сделаны для производственной компании, это хорошо, я считаю, знаете, что бухгалтер или финансовый дектор, который поработал на производстве, потом может работать где угодно, я вот на производстве работал, финансовый директор, я сейчас немножко отдыхаю, счастлив от того, что у меня нет спецификаций, нет требований накладных, немножко попроще, как я сказал, свое производство, в кавычках у нас тоже есть, мы производим образовательные продукты, поэтому, кто увидит эту методичку 40 шагами и находится в производственной компании, вам будет проще, а я вынужден переводить это на свою компанию образовательную, контроль системы менеджмента качества, ну, вроде спрашивается, какое это имеет отношение к цифровизации, собственно, системы менеджмента качества, так называемая, ISO там 9000 и так далее, но у меня был жизненный опыт, и я был руководителем проекта, вот, получение сертификата, причем тоже отдельная такая тема, ну, можно на ней кратко остановиться, да, что обычно в российских компаниях, ну, извиняюсь, не повезло, 180 процентов сертификатов, которые получаются, они не работают, да, аудит проходит, но обычно-то перед приездом аудитора рисуются какие-то отчеты за год задним числом, у нас же была сделана система, вот, как нарисовано, так и работает, и причем она нарисована была в том программном средстве, в котором я показывал, да, мы описали бизнес-процессы в таком графическо-текстовом виде, это было сертифицировано там нидерландской компанией Кема, она выдалась сертификат с темой качества, она авторитетная компания, она сказала, да, так тоже можно, то есть мы смогли вместо простых каких-то, ну, допотопных гордовских текстов описать систему менеджмента качества вот такими бизнес-процессными документами, бизнес-процессными системами, то есть у нас нет документов вообще, у нас это электронная система, которую я вам показывал, да, то есть там все хранится, мы ничего не печатаем, все хранится в этой системе, все описания процесса, все формы документов, вот все, что нужно, мы давали эту систему, мы давали этот, ну, этот, как архив наш, или электронно-цифровой аудитором, они его изучали, приезжали, проверяли, действительно ли это так работает, как у вас описано. То есть мы все это проходили и смогли сертифицировать систему на основе такого вот описания бизнес-процесса. И я считаю, это важно, и важно для нашей обрелательной организации такую систему иметь. И это даже не цель получить корочку или сертификат, чтобы сертифицировать по системе ИСО. Я считаю, что нормальное описание, то, как мы делаем, как я вам показывал, вот оно и должно быть сертифицировано. То есть не должно быть двух систем. Одна для сертификации, другая, как на самом деле. Нет, мы вот как делаем, так и должно быть сертифицировано. Тогда это имеет смысл. Тогда действительно вы поймете, какую-то пользу он может принести. Если это делается просто для галочки, потому что, не знаю, ваш поставщик, ваш покупатель требует, чтобы у вас была сертификация самим качеством, значит, самим работать не будет, тогда это грустно. Но знаете, как говорят, что хорошее решение всегда решает больше, чем одну проблему. То есть вам нужен сертификат, но сделайте так, чтобы это принесло еще и другую пользу компании. Оцифруйте свои бизнес-процессы. Но не буду больше останавливаться. Там, по-моему, был вопрос. Давайте еще на секунду смотрю. После сельскохозяйства Надежда говорит, что вообще все легко. Да, наверное. Я сельским хозяйством, надо признаться, не занимался, но были лесозаготовки. Не знаю, можно считать лес сельским хозяйством или нет. Причем у меня были, знаете, лесозаготовки в Хабаровском крае бухты Сизимана. Это вообще там никакого, не то что мобильного телефона не было, электричества не было. Там все добывали сами, спутниковые тарелки были. То есть такое веселое приключение. Это даже, наверное, чуть посложнее, чем кукурузу выращивать. Но я там был зам финансового директора в свою, как говорится, молодость. И там, представьте, как там делать автоматизацию. И что интересно, люди умудрились туда, по-моему, скалу привезти. То есть они не 1С сделали, они привезли туда скалу, такая система западная. Из Москвы в Комсомольск на море летались люди, за немаленькие деньги в командировке, скалу внедряли. Компания была американская. Мы как приехали, конечно, тоже остановили все это. Но я не против личной системы скалы, против того, что если у вас нет в Комсомольске на море специалистов скала, то вы внедряете ту систему специалистов, по которой у вас под рукой. Ну, я в топ возвращаюсь к нашей автоматизации. Дальше говорится про систему слежения за безопасность труда на производстве. Ну, у нас для производственных компаний это важно, для складских компаний, логистических это важно. Это действительно должна быть система слежения. Но у нас это, понятно, мощная компания, услуга компания, образовательная компания. Но мы по законодательству российскому вынуждены все равно исполнять какие-то ритуалы по охране труда. И мы хотим, ну, и мы сейчас договоримся с компанией, которая нам будет это делать, причем сопровождать по охране труда, делать все эти бумажки, которые нужны. Но максимально цифровизовать мы хотим, что пришел на его сотрудник, то есть ему отправили в электронное видео, получили в электронное видео, он расписался, пошел счастливый дальше. При нередине производства роботов или коботов, которые позволят автоматизировать рутинные операции. У нас, видите ли, у нас таких операций, как упаковки, нету, но у нас есть, знаете, умные операции, там цифровые операции, документационные операции. У нас, к сожалению, есть две, ну, несколько информационных систем, то есть 1С комплексная автоматизация, 1С университет, так как мы в УЗ, да, есть 1С документ оборудования, две CRM-системы, BITREX 24 и AMA CRM. Ну, это отдельный разговор, почему их две, да, это тоже интересный рассказ такой, но так случилось. И мы налаживаем роботизированный обмен между информационными системами. Как это выглядит? Допустим, вот создался договор, договор со студентом или с преподавателем создается в системе 1С университет. Соответственно, как только пользователь помечает провести, да, или утвердить, то договор помещается в специальный такой, как трак назвать, да, такой, хотите, канбан, если говорить, такой ящик канбан, да, который ждет в своей очереди каждые 10 минут, ну, в разных системах по-разному. Этот потом ящик едет в другую систему информационную, в нашем случае, с комплексом автоматизации, там, и там, ну, делать то, что надо, то есть открывать новую кладочку, записывать за данные и так далее. Это вроде бы просто, но у нас настолько сложный обмен оказался между двумя системами, да, то есть тот, кто работает в производстве, им проще. У вас есть система какая-никакая, 1СРП или САПХАНА, да, и у вас вот и пролинические, бухгалтерские учеты, планирование, все в одной системе. У нас такого нет в ВУЗе. ВУЗе используют одну систему для финансового планирования, другую для работы там с студентами и преподавателями. И настраивать между ними вот информационный обмен, который вот я называю роботизирован, да, потому что он довольно сложный такой. Система мониторинга через... У нас следующий пункт, я говорю, 27-й. Для нас это важно. И мы это хотим сделать следующим образом. Мы хотим, мы сейчас разворачиваем систему видеонаблюдения, но наблюдать будем не за... Ну, то есть, как бы наши считаете интернет вещей, да, то есть мы будем транслировать, так как 8 февраля ВУЗы открывают, студенты приходят опять в аудитории, мы, соответственно, будем делать записи аудитории, занятия, да, и делать их цифровое хранилище. То есть мы хотим, чтобы постепенно у нас накапливались все абсолютно занятия, видеозаписи. Я хочу сказать, что, допустим, образование за этим будущее. Вот цифровизация образования, что, ну, кто в теме знает, что сейчас считается, что образование делится на две пути, на два пути. То есть будет дорогое образование, или дороже, чем сейчас, когда преподаватель вживую общается с студентом или с студентами. Будет такое подешевле, когда все происходит в записи, есть тьютеры, которые там что-то привязывают задания. Вот я понимаю, что мы перед такой развилкой тоже стоим, и нам нужно накапливать цифровые архивы. Дальше использовать прогнозирующую аналитику в реальном времени для принятия цифровых решений, деловых и технических решений. Но у нас вся прогнозирующая аналитика, я вот отвечаю в компании нашей за все такие прогнозы, за перспективные планы. Мы, допустим, сейчас делаем бюджет, или организационный план, или бюджетный план, для одного из наших подразделий на 10 лет вперед. Представьте, мы в условиях России, когда все меняется каждый день, и тем более, кто думал, что ковид придет год назад, он пришел. Мы берем на себя смелость, я бы даже сказал, какую-то наглость, на 10 лет вперед, делаем свои прогнозы. Да, они будут, может, неправильно, они, может быть, кривые косые, жизнь будет по-другому, но это лучше, чем не делать ничего. Любой самый плохой план лучше, чем отсутствие плана вообще. Поэтому мы такие прогнозы делаем, но надо признаться, я не использую никаких, знаете, бигдаты здесь. Я это делаю просто экспертным путем, и сам выступаю как эксперт, я читаю довольно много и про будущее образование, и просто я выступаю как эксперт, не используя никакие цифровые решения. Это тоже отдельная тема, и на курсе я буду показывать примеры, как я планирую, и как мне кажется нужно планировать. Допустим, я делаю прогнозы только в миллионах рублей, без всяких тысяч копеек. Кстати, если у вас крупная компания, вы делаете только миллиарды, то есть у меня все, и наши советы учредителей других цифр не воспринимают, мы их приучили, то есть для меня был финансовый директор, который насынил данные, которые мало того, что не бились бухгалтерские, так еще были какие-то, знаете, слишком точные. Сейчас, в принципе, прочитать мой отчет, там, за год или там за 10 лет вперед у нашего учредителя занимает там не больше часа. Он разбирается от начала до конца в 40-страничном документе. То есть мы такие, ну, поэтому я здесь ничего не поставлю, потому что я пока не вижу, как мой труд как эксперта цифровизовать. Да, и какую мне прогнозную аналитику надо сделать. Может быть, компании торгово-производственные, у которых большой объем накопленных данных исторически могут строить прогнозы вперед, опираясь на вот эти бигдаты, да, на имеющиеся данные. Мы, к сожалению, себе такое позволить не можем. У нас такое все штучное, вот хендмейтчное. Но, допустим, дальше люди предлагают оптензировать инфекцию готовой продукции с использованием технологии штрихового кодирования. Вместо этого я перевожу это на свой язык, и у нас будет цифровое кодирование электронных обладательных продуктов. То есть у нас каждый, то есть если мы делаем хранилище продуктов, это не только видеозаписи, это будут лекции, семинары, то есть это будут какие-то там PDF-ные документы, да, такое цифровое количество. Они должны иметь для легкого доступа к коду, как должен быть склад. То есть склад имеет ячейку, называется Atom 274, да, шкаф какой-то есть, хранится листеллаж, и, соответственно, штрих-код. Мы такие, как бы, в кавычках штрих-коды будем давать тоже своим цифровым продуктам, чтобы легко можно было вытащить, да, и, ну, включить в какую-то образовательную программу. Дальше авторы предлагают оптензировать планированные запасы на складе, используя компьютерное зрение, что там еще, аналитику, да. Для нас это, ну, для нас это планирует, чем на расписании, но я хочу сказать, что вот курс, который был осенью и летом про эффективную пронебородную капитал, он, конечно, рассматривается на примере реальной производственной компании. Я должен сказать, что кроме того, что я еще, ну, что я финансовый директор института, я еще управляющий партнер, один из акционеров, ну, небольшой производственной компании. Она небольшая, но она занимается и импортом, и экспортом, и поставляет в фольер-райвер-лент, там, товары народного потребления, да. Есть спецификации, работает на 1С, и, конечно, когда я рассказываю про, ну, про какие-то вещи в своем курсе, я, конечно, в первую очередь опираюсь не на опыт Мирбиса, а на опыт производственных компаний, не только это, но и другие, да. То есть, открывая реальную базу данных, показываю, как это выглядит вживую. И это, наверное, ну, это вам, это более интересно, потому что, ну, для производственников гораздо больше, чем людей из образования, да. И, кстати, то, что есть в производстве, то же самое очень легко подходит для торговли. Торговых компаний, которые занимают собственную торговлю, да, для них это тоже, ну, все легко ложится. Сейчас компания небольшая производственная, но у нас есть интернет-продажа, и сайт свой, интернет-магазин, да, все, что только можно есть, просто в такой небольшом виде. Мы на Прибалтику возим за евро, продаем. То есть, вот и я все это показываю, рассказываю на таких примерах. Поэтому то, что я сейчас опираюсь на ВУЗ, да, я просто показываю, как это можно преломить, даже из производства преломить на, вроде, на образование. А уж если у вас производственная компания, то вам повторить такую, такую работу будет намного проще. Да, вас здесь много уже сделано, да. То есть, автоматизирует процесс закупок, позволяющий в режиме реального времени отслеживать все этапы. Это тоже очень важно. Я об этом тоже говорил на курсе оборудования капитала. Буду говорить на курсе про цифровую трансформацию финансов, что управление компанией, даже если мы говорим с точки зрения финансового директора, начинается с закупок. То есть, сама цепочка добавленной в стоимость начинается с закупок. И нормальный финансовый директор должен в этом разбираться и должен идти туда. Потому что, допустим, если вы хотите, так он скажет, контролирует платежи или контролирует расход денег, и вы отвечаете, и говорите, что да, я только казначейством занимаюсь, принесли заявку или счет, я заплатил, а принесли там, не соответственно, бюджет, и не заплатил. Так я вам хочу сказать, что, допустим, бывают такие ситуации, у нас в производственной компании тоже, у нас 60% всех расходов это закупки комплектующих материалов. Более того, они начинают, у нас есть и предоплата, и отсрочка. И бывают такие ситуации, когда, допустим, я дал заказ поставщику, он мне его привез, если мне отсрочка выставляет счет, я подаю, допустим, предположим, я там закупчик, подаю финансовым директорам на плате. А финансовым директорам нет возможности не заплатить, потому что товар заказом привезен, все. То есть он ему, нету в бюджете, слушай, извини, надо было это проверять, когда ты давал заказ. И вот это искусство, о котором я тоже рассказываю, как ловить расходы, как можно раньше, в момент возникновения, а не тогда, когда вы счет привезли. Бывают даже ситуации, если у вас, ну, у нас были такие ситуации, что товар еще не привезли, но вы дали заказ, и все, вы уже отказаться от него не можете, вы обязаны платить по договору. Допустим, под наш режут пластик, наш размер. Если мы его заказали, там, не знаю, 5 тонн пластика под наш размер, то и мы потом от этого заказа отказываемся, поставщик просто вынужден это в утиль все сдать и терять там до 50% себестоимости. Конечно, поэтому у нас и были такие прецеденты, когда мы давали заказ и потом пытались от него отказаться, и это невозможно по договору, потому что кроме вас никто порезанный под ваш размер пластик не купит. И, соответственно, представьте, вот ваш венжер по закупкам ошибся, дал заказ купить под 5 тонн, допустим, даже он дал заказ, у вас предоплата, уже начали его делать, но еще даже не привезли, а вы уже обязаны платить, у вас нет шанса. У вас нет шанса по договору, вы это платите обязаны. И это вот важно, такой казначейско-закупочный механизм, в этом важно разбираться с воспроизводственной компанией или компанией торговой, которая занимается закупкой товаров, ну, товаров, да, вообще. Ну, про роботизированные погрузчики мне сказать особо здесь нечего, и, ну, вот мы в эту сторону идем, если говорить по нашу компанию, у нас компания большая, да, у нас есть, ну, у нас, конечно, все электрифицировано, но то, что сам робот ездил, забирал из какой-то ячейки, для нас это просто избыточно. И, ну, приоритизацию отгрузок, работа с внешними переводчиками, да, про логистикой, это тоже важно, это тоже важно, но важно для компаний, у которых есть там свой, ну, автопарк, да, для них это важно. Я бы сюда добавил еще это важная часть техобслуживания, ремонта. И вот такой пример приведу, вот работая в американской компании, вот на, уже упомянутом Сизимане, в Комсобольске, на Амуре, лесозакладительная компания. Чем она была интересна? Тем, что там были не самые, ну, не самые новые, не самые молодые, ну, технические средства, лесовозы, там, хорвестеры, которые, ну, лесу, они были не очень новые, но, и они находились в идеальном состоянии, потому что, вот, был целый график у них, когда что обслужить, когда что менять, и они его соблюдали, потому что, если что-то сломается, то это встает на месяц-два, пока морем привезут необходимую запчасть. Поэтому они были вынуждены, то есть они планировали на год вперед все техобслуживание, подказывали, под эти техобслуживания планировали, какие комплектующие материалы нужно завести, соответственно, давали заказ, потому что заказ идет не один месяц оттуда. И это все происходило, тогда, конечно, это было полубумажной технологией, но сейчас это вполне можно сделать, оцифровать, и сделать это все в электронном виде. то есть это все возможно сделать, даже находясь там, где электричество, нету и телефонной связи, все это делалось. То есть я просто хочу сюда добавить, что вот техобслуживание, это вроде не такая маленькая вещь, не такая, и это тоже все можно оцифровать и сделать нормальный график. Причем он должен же совпадать, ну не то что совпадать, он должен, то есть пока одна машина стоит, другая должна работать, вы не можете отправить оборудованного типа все вместе на техобслуживании. Я с вашего позволения перерывусь, сейчас там есть вопросы, давайте. Так. Так, Наталья Антипа, сколько будет идти конференция? Наталья, давайте я вот так сделаю, у нас есть с вами второй вопрос, и давайте приступим к нему через пять минут, потому что вроде обещали об этом поговорить, то у нас получается как радио, я говорю-говорю, хочется, чтобы ну вы тоже об этом послушали. Я, ну, если интересно, можем, давайте, ну, в принципе, не так много осталось, да, осталось вот всего один блок, по-моему, автоматизация продаж и коммуникации с клиентами. Да, а нет, еще один, да, но он такой, то есть это вот про CRM. Это блок важный, ну давайте либо в следующий раз обсудим, да, если есть такое у вас желание. Сейчас просто мы Наталья обещали обсудить второй вопрос, да, она об этом просила, мы договорились об этом, поэтому давайте, ну, не кидайте мне тряпками, да, предлагаю вот зафиксировать важный блок про продажи и коммуникации с клиентами либо перенесу на следующий раз, скорее всего, да, если у вас интерес останется к этому. а сейчас предлагаю, а сейчас предлагаю вот с Натальей мы, ну, с Натальей обсудим, с Натальей обсудим такой вопрос, если финансовый директор приходит на новое место, и это, кстати, запрос не только Натальи, до этого на курсе я тоже спрашиваю, да, то что делать финансовому директору, вот, прошли собеседование, спасибо большое, вы приняты на работу, с чего начать, так, чтобы не быть вольным через месяц, да, это тоже важно, и я знаю, у Натальи есть собственное мнение, если у Натальи есть желание, можно поделиться, да, Наталья готова нам рассказать свое мнение, как говорится, первые шаги финансового директора, это же был ваш пост, я просто к нему присоединился, да, я готова, давайте будет, будет очень интересно послушать всем, да, то есть, что нужно финансовому директору сделать такого, чтобы остаться на этом рабочем месте как нужно дольше, все, можно говорить, да, да, ну, я могу сказать из своего опыта, какой подход, наверное, самый эффективный, когда заходит финансовый директор в новую компанию, то, конечно, лучше всего начать с диагностики, а вот в обсуждении, как бы, многие коллеги говорили о том, что, а какой смысл, ну, здесь зачем рассматривать первичку, то есть, нужно рассматривать статьи затрат, рассматривать все-таки финансовые статьи, которые лежат у нас в конечных наших документах, там, в БДД, в БДС, в БДРе, в Балансе, но мы должны очень четко понимать, что мы все говорим про бизнес, бизнес, это такая большая, как сейчас говорят, экосистема, но это на самом деле так и есть, это большая система, которая в конечном итоге уходит в цифру, и для того, чтобы финансовому директору, исходя из его KPI, отвечать за и беду в компании, то, конечно, при входе в компанию нужно сделать диагностику, я могу поделиться опытом, как это делаю я, когда я захожу в компанию, ну, понятно, на входе мне понятно и отрасль, и как она движется, история этой компании, соответственно, я начинаю с первичных документов, вот сейчас я хотела бы, чтобы всем было понятно, что такое первичный документ, это документ, основополагающий, который лежит в каждой функции, ну, если совсем такой простой пример, его просто сейчас вот проговаривали про американскую компанию, наверное, как бы поэтому и поясню, именно в рамках такого примера, служба главного механика, как сейчас вот вы проговорили, что служба главного механика, обслуживание и оборудование, это очень важно, и в производственных компаниях это составляет довольно-таки большой объем денежных средств, но так же, как и в любой, условно говоря, там строительной компании, там, где везде используются оборудование, это довольно-таки большой ресурс, а проблема вся заключается в том, что ремонты могут привести к остановке бизнеса, то есть это недополученные доходы, соответственно, мы не выйдем на ту чистую прибыль, которую мы запланировали, каким образом идет диагностика компании, то есть в самом начале вызываются все подразделения, все руководители всех подразделений, и они приходят в первый день ко мне со своими первичными документами, если это касается службы там главного механика, то он приносит стратегию обслуживания оборудования, если компания она разработана, в чем суть стратегии обслуживания оборудования, потому что мы все прекрасно понимаем, что есть несколько типов стратегии обслуживания, то есть есть советский вариант, плановый предупредительный ремонт, но это довольно-таки емкая как бы вещь, мы очень много денег замораживаем тогда в непосредственно запасные части, есть стратегия там по состоянию, и довольно-таки, ну то есть еще есть три стратегии, которые используются, каждая стратегия имеет свои плюсы, свои минусы, требования определенных квалификаций у специалистов и привлечения в части обслуживания экспертных уже компаний, которые обслуживают данную марку. Соответственно, что нам это дает? Как только мы понимаем, какой тип стратегии мы применяем, и это мы все выкладываем в документ, отсюда мы понимаем, каким образом, что лежит под цифрами, которые стоят в планах, в планах по обслуживанию оборудования. Мы очень четко понимаем, каким образом у нас производится дефектовка этого оборудования, потому что в разных стратегиях, если мы их будем рассматривать, то дефектовка будет производиться абсолютно по-разному. И, соответственно, из разности этой дефектовки у нас будет, ну то есть, условно говоря, самый простой пример, если у вас планово-предупредительный ремонт, то вы понимаете, что там каждые два месяца вы должны поменять какую-то запчасть. А в случае, если у вас ремонт по состоянию, то вы вскрыли, допустим, вы понимаете, что вам здесь нужно делать ремонт, но в тот же момент вы делаете большое описание близлежащих всех механизмов, чтобы в последующем туда не залазить, и исходя из этого вы будете составлять уже дефектную ведомость. Как только у вас составлена дефектная ведомость, то есть вы включаете это в план, у вас либо отклонения какие-то будут идти, если при планово-предупредительном ремонте вам четко, ну, у вас есть понимание довольно-таки четкое, если каждый этап выполняется, то есть эксплуатирующая структура выполняет свой этап, свой этап выполняет обслуживающая структура, это служба главного механика, то у вас отклонение в цифре будет совсем незначительное, ну, максимально 5% вы отклонитесь. Если там по состоянию, то здесь вы довольно-таки четко должны понимать, и вот здесь как раз вопрос экспертного уровня и подготовки специалистов, и необходимость, допустим, нам деньги потратить еще на повышение знаний наших специалистов. То есть здесь цепляющиеся все вещи, и, соответственно, вы понимаете, что какой бюджет и отклонение здесь в бюджете в зависимости от качества постановки работы у вас либо будет значительное, либо оно тоже будет там в 10% играть. Соответственно, для того, чтобы нам убедиться, что именно этот объем денежных средств мы должны будем утвердить в бюджете службы главного механика, мы, кроме понимания вещей, стратегии, соответственно, планов по ремонту, время, какой остановки, как нужно нам скоррелировать это с производственным процессом, встает вопрос. У нас еще возникают вопросы с документом оборотом внутри службы, в которыми последующим образом мы сможем подтвердить документы бухгалтерского учета. То есть мы все прекрасно понимаем, что если у нас в бухгалтерском учете есть документы о том, что произведены расходы, а в службе данные документы не присутствуют, мы очень четко понимаем, что налоговая инспекция, согласно налогового кодекса, может данные затраты нам выбросить. И соответственно у нас опять-таки подвинется прибыль. По той простой причине, что это будут не просто выброшенные из затрат денежные средства, но и условно говоря те риски, которые мы примем в налоговой проверке в рамках штрафа. То есть мы понимаем, что это опять-таки повлияет на наш KPI как финансового директора. Ну и далее получается, когда мы очень четко понимаем документы оборот службы, мы здесь же смотрим объем единиц, сколько мы имеем и сколько служба обслуживает единиц. Мы понимаем по достаточности и недостаточности численности персонала и его обоснованности. и далее мы говорим о том, что в рамках так сказать положения потом все это в цифру мы понимаем, каким образом мы можем довольно-таки быстро осуществлять логистику с учетом сроков поставки запасных частей, какая логистика должна быть для того, чтобы в последующем при логистике у вас не было так сказать увеличения затрат связанных с тем, что вы вовремя не успеваете доставить и соответственно вместо условно говоря ЖД либо автотранспорт у вас это полетит самолетом. Опять-таки это выход за плановые цифры у вас произойдет и вы опять не выйдете в ту ебеду, которую вам утвердил собственник. А вот именно этот формат понимается под словом проходит по первичке, потому что условно говоря это и является первичкой в бизнесе. Соответственно мы очень четко понимаем, что если у нас в рамках основных средств у нас имеются объекты АПО, то есть это объекты повышенной опасности, то соответственно по этим объектам они поднадзорны в основном Ростехнадзору и если у нас будет неизбивка в журналах учета, которая ведется по каждой единице по тому, как мы обслуживали и между бухгалтерским учетом мы не сможем это доказать, то кроме того, что мы имеем риски получения штрафов со стороны налоговой инспекции, мы понимаем, что есть риски штрафов со стороны Ростехнадзора с последующей остановкой предприятия первоначально 90 дней и с возможностью закрытия предприятия. То есть диагностика в этом смысле дает сразу убить несколько зайцев, то есть вы убиваете понимание по рискам, которые имеет компания, по значимости этих рисков, вы понимаете системные ошибки, которые присутствуют и вам нужно будет их устранить и следующий момент, который вы понимаете, это вопрос того, насколько общие вещи, присутствующие в системе, достоверны либо недостоверны, потому что цифры, которые мы отражаем у себя в конечных отчетах и контролируем как финансисты, это цифра, а цифра должна отражать бизнес, и цифра должна быть чистой. Вот как бы с этой целью проводится полная диагностика каждой функции, которая есть на предприятии. После того, как вы понимаете, что риски у вас условно говоря, либо высокие, либо низкие, вы составляете план мероприятий, в короткие сроки это возможно закорректировать на предприятии, и соответственно возможность уже получить эффективность бизнеса, и уйти от задвоенности функций, и от потерь, которые вы имеете в рамках исполнения этих функций, вам получается делать очень легко. Ну, это как бы вот мой опыт. Спасибо. Спасибо, Наталья. Тут вот у Татьяны есть вопрос, она говорит, что такие выводы о службе главной механика должен делать сам главный механик, то есть это его должностная обязанность, да, Татьяна, получается, считает, что это не дело финансового директора отвечает за как затыкать с собой дыры, которые есть в других службах. Я могу ответить. К сожалению, для того, чтобы подписаться под ЕБИДу компании и гарантировать получение этой ЕБИДы, вы это можете гарантировать, понимая, где, в каком месте, в какой функции у вас есть дырки. Если вы этого не понимаете, то, соответственно, каким образом вы достигнете той плановой ЕБИДы, которая установлена собственником. Ну, вот это такой вопрос в плане того, что есть функциональные обязанности службы главного механика, и никто их не оспаривает, но есть нюансы, при которых мы должны очень четко понимать риски, которые мы имеем. и как эти риски должны быть убраны. Ну, потому что это все влияет на чистую прибыль. Ну, да, согласен, важная вещь. Я вот, ну, тоже свое мнение позволю себе высказать. Да, я вот выступаю, честно говоря, за сотрудничество, что так получалось, да, что мне приходилось много работать в компаниях с непростой ситуации, допустим, когда мы пришли в Мирбис, там на счете были, мы не знали, хватит за платы денег и следующую зарплату или нет. Сейчас на счете там больше 100 миллионов, для нас это много, и мы думаем про их инвестиции, да, и это вот даже в период коронаклининса непросто удалось, к счастью, это, конечно, заслуга не только, не столько даже финансового, заслуга всех подразделения, да, что удалось компаниям поставить, корабль вернуть на нормальное плавательное состояние. И вот в каком виде, допустим, я вот не могу себе позволить как финансовый директор, если я говорю, тратить столько времени на влезание в проблемы и нужды каждой службы. я здесь руководствуюсь принципом регулярного менеджмента с одной стороны, с другой стороны делегирования. Что такое делегирование, да, кому интересно, есть такой товарищ Владимир Тарасов из Сталина, он это подробно рассказывает, он говорит, что есть разные этапы делегирования, да, сначала вы там ребенка учите есть, берете его ложку, руку его, в руку вкладываете ложку, берете его за ладонь, подносите к рту, это вот самое первое делегирование, да, заканчивается там высотами недостижимыми. Так вот, если я не могу закрыть действительно с собой дырку главного механика, да, не могу закрыть дырку коммерческого директора, не могу закрыть дырку начальника производства, но я так получал, что всегда выступал правой рукой либо учредитель, либо генерального менеджера, да, генеральный директор компании, и я помогал ему делегировать эти обязанности людям. Что такое делегирование? Доверяю, но проверяю. То есть человеку выделяется определенная функциональная область, но он обязан со мной как финансовый директором взаимодействовать в строго определенное время. Вот регулярный менеджмент, да, это когда я выделяю, вот я сейчас так живу, вот у меня сегодня среда, если вы обратили внимание, наша встреча проходит по среде в 19 часов. Не сначала в четверг 10, потом во вторник в 11, да нет, это в определенное время, каждый день, это есть часть регулярного менеджмента. Ну, извините, но я даже вас к этому приучаю, мы их слушатели к регулярному обучательному менеджменту. И я также работаю и во всех компаниях, где я трудился финансовым директором, операционным директором, да, то есть, допустим, вот среда, сегодня у меня в совещании в 16 часов мы обсуждали бизнес-процессы, которые я, кстати, показывал. Я день к этому готов, завтра у меня обсуждение финансового положения одной из подразделений, потому что каждый четверг мы обсуждаем конкретные финансы одного из наших там пяти учебных подразделений. То есть, вот каждую неделю они меняются друг за другом, мы это обсуждаем, да, там, по пятницам я обсуждаю с HR-директором наше состояние кадров, зарплаты, там, социальных взносов, там, подоходного налога, охраны труда, обучение персонала. И вот каждый день у меня, по сути, вот так поделен, да, все мои пять дней, но иногда это в некоторых компаниях было десять дней, то есть, как бы раз в две недели я к чему-то возвращался. У меня проходит какие-то свещания, работа, мне так проще, потому что, знаете, рот закрыл, рабочее место убрал. То есть, я вынужден переключаться, но я не переключаюсь двадцать раз в день, это неэффективно, да, я переключаюсь один раз в день. То есть, я утром, ну, конечно, бывают там срочные платежи, тогда у меня даже есть платежные дни, то есть, пятницы я плачу только зарплату, все. И вот, это приучает меня к тому, что я могу управлять, ну, каждым подразделением по чуть-чуть. Я, конечно, на этих совещаниях я не могу залезть так глубоко, как говорит Наталья, в этом моя беда, да, то есть, я не могу глубоко погрузиться, но я выставляю, допустим, я иду в сотрудничество с этим менеджером, вот я так хочу сказать, давайте попробуем ситуацию главным механиком посмотреть с другой точки зрения со стороны финансового директора. То есть, я управляю деньгами, это кровеносная система моей компании, я не управляю машинными механизмами, да, потому что нет соответствующего образования, то есть, я не знаю, каким каким маслом смазать, не знаю, какая периодичность поверхности, но я буду просить, я говорю, дайте мне, пожалуйста, бюджет технического обслуживания нашего парка оборудования. Мне там принесли какие-то цифры, говорю, хорошо, допустим, у вас написано в январе там 150 тысяч, да, или там 15 миллионов рублей. Пожалуйста, напишите, как вы думаете, какое оборудование, сколько денег у вас вытянет. Потом я спрошу, они мне напишут, а теперь покажите расчеты, то есть, что на что вы умножили, да, и как вы посчитали, что у вас станок там МЗ-217 потребует на техобслуживание там 200 тысяч рублей в январе. Ну, потому что в декабре было 150. Слушайте, но, извиняюсь, нет, это как модное слово, зеро-баджетинг, да, зеро-баджетинг, вы должны заново посчитать, неважно, что было в декабре, вы скажите, как вы 20 тысяч получили? Скажут, ну, я должен купить там 15 килограмм масла по 200, там, 30 рублей, 12 цепочек по 500 рублей, и вот это он начинает, и я таким образом управляю, как могу, службой главного механика, но через деньги, через бюджет, да, то есть, я заставляю его планировать, я заставляю его планировать, и причем, если это не дурак, извиняюсь, работает главным механиком, да, он меня поймет, и мы с ним сотрудничество сможем наладить, то есть, я вроде спрашивая, чисто финансовые, бюджетные вопросы, заставляя его выстраивать нормально, он же так со мной общается, и так он вынужден общаться с своими подчиненными, то есть, если я с ним прошу информацию, значит, он ее, им транслирует, мои запросы, да, таким образом встраивается в компании вот такая система регулярного менеджмента, построена, во-первых, над тем, что каждый понедельник, что бы ни случилось, в 10 часов утра я приду к ним, сяду за стол не только с начальником, но и с его сотрудниками, и буду обсуждать только службу главного механика, что за неделю произошло, кому мы заплатили, кому должны платить на следующей неделе, составили бюджет на следующий период, составили, давайте вместе рассмотрим, и вот такое вот взаимодействие, да, это вроде, ну, я вот так скажу, я глубже не лезу, у меня не хватает ни времени, ни опыта залезть глубоко, потому что если я буду разбираться, как мне маркетолог, я же должен во всех, во всей компании разбираться, не только в службе главного механика, я должен разбираться, когда они приносят деньги потратить на рекламу, я должен разобраться, почему столько денег на рекламу, какая эффективность, какая отдача, сколько стоит один лид, я тоже здесь не могу выступить специалистом, вытестировать, а почему ты Facebook положил, а не ВКонтакте, или почему там туда потратили, мне не сюда, нет, но я такими вот наводящими финансовыми вопросами, тем, что я заставляю их строить бюджеты, я их подвожу тому, что они вынуждены, чтобы меня, как говорится, не злить, они вынуждены выстраивать свою деятельность так же, то есть они знают, что, ну, как я привел главной механики, я приду к ним в понедельник, в 10 утра, у нас будет протокол, я открываю прошлый протокол, смотрю, какие были вопросы в прошлый раз, какие были поставлены сдачи, смотрю, выполнены не выполнены, то есть я вынужден, да, немножко шире, чем финансовый директор действует, по сути, генеральный должен был так действовать, но так получалось, что в компаниях, в которых работал, вот генеральный, хорошо, хоть слава богу, как Наталья говорит, я беду нам не выставлял, да, вот, ну, то есть более как-то корректно с нами взаимодействовал, вот, и, ну, я так хочу сказать, я за беду не отвечаю, вот не отвечаю я, как финансовый директор за беду, это отвечает вся компания в целом, потому что, если хотите высокую беду, идите торгуйте наркотиками, там беда самая большая, но там риски сумасшедшие, поэтому, беда любая, она всегда несет за собой риски, то есть я вот, ну, я грубо утрирую, да, что это же вопрос выбора собственника, что ты от меня требуешь беду, знаете, тоже такой смешной, то есть ты вложил деньги в неэффективный бизнес, от меня требуешь беду, слушай, надо было в голову включать, когда ты деньги сюда вкладывал, я-то чем тебе помогу, из-за того, что я буду там копаться, ну, в настройках, вот, ну, в настройках бизнеса, это не кардинально, не увеличит его, не сделает там какой-то прорыв, увеличит ей беду там в пять раз, а можно мне ответить? да, конечно, смотрите, какая ситуация, мы говорили с вами про диагностику бизнеса, которую я делаю на входе, то есть я ее делаю на входе из-за того, что в последующем у меня нету возможности сидеть и очень долго со службами какие-то вещи прорабатывать, соответственно, то есть как только с первичкой все понятно, вопрос по тому, что это делается долго, нет, это не делается долго, потому что когда ты имеешь чек-листы по всем службам, уже собранные, сделанные чек-листы, да, то есть как бы ты заходишь на предприятии, это делается очень быстро, открыживаются все документы, ты их смотришь, ну так как как бы ты понимаешь всю нормативку функциональную, да, то это довольно-таки просто сделать. Это не идет подмена каждой службы, то есть я не выступаю экспертом каждой службы, моя задача понимания того, насколько эффективно, неэффективно это отразится на компании в рамках денег. А следующий момент, компания, любая служба, любое подразделение, оно формирует свои бюджеты, на бюджетах есть, ну то есть стандартный подход, что есть бюджетный комитет, но есть предбюджетная защита, когда они приходят ко мне, мы очень четко пробегаемся, так сказать, вот по документам, подтверждающим, почему они именно это закладывают в план, и, соответственно, почему это очень важно, как я вижу, это делать в самом начале, потому что как только ты задаешь подход, дальше ни у кого не возникает, так сказать, возможности, либо желания как-то зафальсифицировать бюджет, потому что всем очень четко понятно, каким образом их бюджеты могут очень быстро быть перепроверены, и доказано, что то, что там написано, это неправда. Вот именно этот подход, он и позволяет подписываться именно за Ебиду, а в плане Ебиды, то есть она все-таки формируется, исходя из страткарты, которая утверждена на, на год утверждается, она не мифическая, потому что задача не фантазировать, а задача очень четко прийти в те деньги, которые необходимы, ну, то есть как видит собственник, и так как это подписывается всеми топ-менеджерами, то есть топ-менеджеры понимают, что цифры реальные. А вопрос о том, что насколько быстро можно сделать диагностику, ну, условно говоря, если у вас предприятие, там, порядка пяти тысяч человек, то такое предприятие, ну, за месяц, мы говорим о том, что все равно финансовый директор работает, да, то есть как бы выделяется максимум два часа на службу ежедневно, то есть и я очень придерживаюсь все-таки тайминга, когда кто делает, и почему очень важна такая работа со службами в период знакомства и начала работы, потому что финансовому директору нужно утвердить еще в голове всех служб ситуацию о том, что документы, которые идут там в службу контролинга, либо они идут в бухгалтерию, они приходят не тогда, когда они смогли прийти, а утверждается, в первые же там три дня утверждается график подачи, когда во сколько приходит, и график подачи утверждается не по дням, он утверждается дни, утверждается час, что, условно говоря, чтобы мы смогли закрыться там на пятое число по управленческому учету, то зарплата как бы была вменяемо посчитана, соответственно, все должны табели свои подписаны в бухучет, либо в АТИС принести в 9.00 последующего, ну первого дня месяца, и если как бы они не приходят, то есть у меня просто было несколько предприятий, где прямо это была проблема, я когда зашла там, они мне очень долго в первый день знакомства рассказывали, проблема закрылась очень просто, был издан приказ, что подача происходит в 9.00, можно подать в 9.01, можно подать в 9.02, но все службы, которые подадут в режиме после 9.00, потому что 9.01 и 9.00 это разные вообще вещи, соответственно, по всем оставшимся при расчете, так как заработная плата состояла из оклада и надбавки, то надбавка, она была, так начислялась по исполнению, либо там неисполнение своих должностных обязанностей, то там она уменьшалась, и я вам хочу сказать по опыту, что в первый месяц, да, там были проблемы по доставке, во второй месяц уже без 10.00, все службы стояли и как бы ждали, когда зайдет секретарь в АТИЗа, и они очень быстро до 9.00 все сдали, поэтому людям нужно объяснить тот механизм, который финансовый директор хочет видеть для того, чтобы отвечать за экономику и финансы компании, потому что в моем четком понимании, когда финансовый директор, садясь в кресло финансового директора, либо директора, ну то есть все-таки кресло директора по экономике и финансам, он берет на себя ответственность за то, что у людей, которые работают в этой компании, заработная плата будет гарантирована в плане там 10.00 и 25.00, и что у него не будет кассового разрыва, и условно говоря, проблем с тем, что где искать деньги, бежать там, таких проблем не будет. Ну вот я считаю, что в этом есть профессионализм директора по экономике и финансам, все-таки экономикой управлять, а не просто сводить Эксель. Ну то есть Эксель не надо сводить, то есть Эксель – программа, которая делает свою задачу, а все-таки задача директора по экономике и финансам – это вот как раз решать вопросы управления экономикой. Ну вот это мое такое субъективное мнение, может, к сожалению, не все его разделяют, но вот оно такое. Спасибо. Спасибо, Наталья. Вы знаете, я вам завидую. Одну секунду. Я вам завидую, потому что компании, в которых я заступал на должность финансового директора, мне не всегда давали возможность так аккуратно сидеть и исследовать бизнес-процессы смежных подразделений. Ну, вы знаете, два часа в день выделить можно… Да-да-да, это важно. Но вот хочется спросить, да, смотрите, следующий шаг спросить, а что делать в остальные шесть часов? И вот это тоже важно. Что делать в день вы? Два часа вы себе заняли, то есть вы изучаете первый месяц, ну, работу смежных подразделений, это, согласен, важно, чтобы вы вошли в курс дела, да? Да. А что делать в остальные шесть часов, что за это время, пока вы не изучаете, вас там деньги со счета не украли? Не дай бог. Это же только важно, да? Нет, такая ситуация-то вообще очень простая. Во-первых, те два часа, которые выделяются, чтобы деньги со счета у тебя не украли, это момент такой, что подписание, согласование всех заявок и реестра платежей и подписание его так с распорядителем кредита, да, это, так сказать, задача, которая, условно говоря, идет в 10 часов, до 10 часов утра. А вечером уже можно спокойно два часа выделять там на то, чтобы отрабатывать со службами. Ну, и отработки, так как диагностика всегда максимально любого, даже крупного предприятия, это максимальный месяц, то более маленькие компании, они, конечно, ставятся намного быстрее, ну, по времени. Соответственно, по большому счету, то есть, когда ты понимаешь в графике, что до 10 тебе нужно утвердить все платежи, все вещи, связанные с движением, потом получить согласовать все это, и, соответственно, в дальнейшем, так сказать, заниматься вещами, которые у тебя стоят в оперативке, ну, в оперативке твоей, то, соответственно, я хочу сказать, ну, у меня никогда не было вопросов с тем, что, как сказать, мне нечем было заняться, либо эта деятельность была неэффективной. Я честно хочу сказать, что вот когда у меня была полугодовая стажировка в Германии, и я впервые увидела, насколько качественно можно организовать работу директора по экономике и финансам, да, то есть, насколько это реально, ну, глубокий такой подход, и почему, мне стало просто понятно, почему немцы, располагая, ну, практически не располагая никакими ресурсами, могут получать высокомаржинальный бизнес, ну, условно говоря, высокомаржинальный. В моем понимании высокомаржинальный бизнес – это бизнес, который агрегирует деньги не только сегодня, но и деньги завтрашнего дня, то есть это про бизнес, что это не текущий подход, что, ну, у тебя вот сегодня есть деньги, а завтра ты не понимаешь, то ли они будут в компании, то ли нет. Вот, если про бизнес, то это гарантированно деньги завтрашнего дня. Ну, то есть это разумно, то есть это то, что можно продать, перепродать, подарить, там, наследство отдать, то есть это про бизнес. А все остальное – это вот разовое зарабатывание денег, ну, просто текущее. Ну, в моем понимании, это, наверное, не совсем про бизнес вещь. Как-то так. Ну, Наталья, спасибо, но давайте краткий итог такой, что получается, 2 часа в день мы вначале выделяем на аудит… В течение месяца максимум. В течение месяца аудит смежных подразделений, да, чтобы они как с ним работать. И я хочу здесь немножко сделать шаг в сторону. Вот Антон Воскресенский такой вопрос не задал. Сейчас он написал, что он, нужно отключиться, но, надеюсь, записи он посмотрит. Поэтому я, может, в следующий раз тоже повторю этот ответ на вопрос, но скажу сейчас. Он говорит, вот если я пройду ваш курс, который 24 февраля стартует, смогу ли я прийти финансовым директором в предбанкротную компанию, ну, так мы с ним в переписке обсуждали, и начать с нуля там ставить управленческий учет, управленные финансами и так далее. И вот, отвечая на его вопрос, хочу сказать следующее, да, что, конечно, когда он приходит в такую компанию, в тяжелую, может быть, у меня жизнь так, знаете, поворачивалась не всегда хорошей стороной, что я приходил в непростые компании. И вот Антон, наверное, говорит, в таком случае, когда просто у вас не то, что нет времени два часа выделить на то, как работает подразделение, а вам приходится решать проблему, знаете, таки вообще зачеркнуть это подразделение и выбросить его из штата, допустим, на аутсорсинг. То есть, так хочу сказать, неважно, как они там работают, просто сказать, так, все, ребята, бизнес в кризисе, вот вам там два плюс три оклада, да, до свидания, спасибо, было приятно с вами работать, сейчас мы больше продолжать платить вам не можем. И вот такие решения антикризисные, к сожалению, мне приходилось в жизни принимать, да, они непростые. То есть, вот, знаете, то есть не изучать, как все происходит, а просто взять и зачеркнуть и передать на аутсорсинг. И сразу миллион проблем снимается. То есть, как они там делают, вообще неинтересно. Ты в договоре прописываешь свой документоборот с ними, да, и они несут за это ответственность персональную. Так вот, Антону хочу что сказать, что когда приходит, ну, допустим, если вы в антикризисной компании, в антикризисное время приходите в компанию, надо понимать, за что хвататься в первую очередь. Вот если говорить, сказать, что финансовый директор управляет балансом, да, в том числе. Баланс – это набор статей активов, пассивов, капитала. Если говорить про активы, то я повторюсь, что русский бухгалтерский учет строит баланс с первого счета. Вот, и даже автоматизацию, наша автоматизация любит начать с первого счета. Почему? Ну, он же первый. Давайте начнем с основных средств автоматизации. Да, для компаний лизингов это может быть важно, но для компаний производственных, торговых надо начинать с самых ликвидных активов. И именно так строится международный учет. Я не то, что аплодирую, а просто рассказываю разницу, что бухгалтерский баланс, построенный по международным стандартам учета, отсортирован по убыванию ликвидности. И на первом, конечно, месте стоят там деньги, на втором, по-моему, дебиторка, на третьем там и так далее, запасы. Так вот, и финансовый директор должен, заступая в компанию с непростой финансовой ситуацией, в таком же порядке и двигаться по управлению балансом. То есть, если финансовый директор управляет не только финансовый результат, но и балансом, управляет активами, расходом активов, то он, конечно, должен в первую очередь схватить за горло движение денежных средств. И это можно долго обсуждать, как это делать, как это происходит. Но первое правило заступления, так говоря, Антону, финансового директора, в непростую ситуацию компанию, все платежи должны идти через финансовый директор. Он должен убедиться, у кого есть там флешки с подписями, или забрать себе, или придумать механизм такой, чтобы не было не целевого расхода денег. Потом уже начинаешь строить казначейство, начинаешь строить бюджетирование и так далее. В такой непростой компании, ну, я, может быть, знаете, с всяким жизнью сталкиваюсь, бывают ситуации, когда финансовый директор взял, как говорится, все деньги под контроль, а потом он приносит гарантийное письмо, подписанное генеральным директором с печатью или человеком, меньше, чем право в полосе, что ваша компания обязана выплатить до такого-то числа 100 миллионов рублей. То есть, ты там ловил каждую копейку на расчетном счете, а тут тебе принесли бумагу подписанную, ты ничего сделать не можешь, то есть, ну, бывают такие ситуации, да, то есть, доказать невозможно, что это не вы, вот ваш договор, вот то, все. Соответственно, финансовый директор должен схватить за горло не только деньги, но и обязательства, обязательства этой подписи, соответственно, доверенности и так далее. И вот, ну, давайте сейчас уже полдевятого, да, можно в следующий раз продолжить, я готов поделиться с вами таблицей, я быстро покажу, но рассказывать не буду, давайте сделаем интригу. Таблицы, да, называются «100 дней финансового директора». И мне кажется, в этом мог бы быть смысл, да, вот сейчас я отвечу на вопрос про там предбанкротное состояние компании. То есть, что должен делать финансовый директор в первое время, да, то есть, вот готов эту таблицу прокомментировать в следующий раз вам, ответить в том числе, вам вопрос Антона, это относится не только к предбанкротной компании. Вот я считаю, что финансовый директор, это его профессионализм, в том числе, что когда он заступает на новую должность, он должен постепенно взять на себя рычаги управления, ну, хотя бы финансами. Соответственно, это относится не только и не столько к предбанкротным компаниям, к нормальным тоже, да. То есть, есть определенные шаги, которые финансовый директор должен постепенно предпринимать. Сразу он все сделать не может, да. То есть, он должен угадать совещание, должен там, как говорит Наталья, провести аудит там два часа в день, да. Но что он будет делать в остальное время? То есть, за что он должен хвататься в первую очередь, за что в вторую, за что в третью? И вот я сделал себе такую таблицу, да, разбив на три части. Финансы, управленческие технологии, информационные системы. Вот я считаю, что нормальный финансовый директор должен во всех трех областях быть, как рыба в воде. И финансы знать, и управленческие технологии, и информационные системы. Вот тогда это нормальный, вменяемый, современный, и быстро слово цифровой, финансовый директор. Вот не может финансовый директор отстраняться от информационной системы. Говорит, вот принеси мне такой отчет, как ты его получишь, меня не интересует. Ну, это уже не современно, так хочу сказать. Так было, знаете, можно в советское время себя вести, бухгалтером. Но давайте сейчас не буду, ну, если вам интересно, обсудим это в следующий раз, да, я подробнее расскажу об этом. Сейчас вот хотел ответить на вопрос, который был в чате, да, нужно ли восстанавливать предбанкротную компанию. Смотрите, на самом деле компания предбанкротства может быть по разным причинам. Может быть нормальная компания с нормальными продажами, но просто или генеральный, или финансовый, или коммерческий директор довели компанию до такого состояния. Если вас нанимает собственник, да, то есть вас нанимает собственник и говорит, слушай, вот тебе огромные деньги или большие деньги, сделай мне этой компании что-нибудь нормальное. И это ваше право принять такое предложение или нет, сказать, да не, я пойду в компанию, буду потихонечку финансовым директором, ну, там, трудиться, то есть все. Слушайте, а для меня это вызов, вот лично для меня это вызов, и я поехал, бросил все, я родился в Москве, да, но бросил все, поехал в Комсовольск-На-Амуре, в американскую компанию, им нужно было продать ее. И был такой вызов, вот компания с американским директором, все остальное, и остальной менеджмент, кроме тех, кто техникой занимается, он русский, да, ну, извиняюсь, такой, ну, знаете, такая простое, ну, даже немножко совковое, извиняюсь за такое слово, вот, и нужно было подготовить компанию к продаже, соответственно, выстроить там все бизнес-процессы, сделать автоматизацию, перевести, начать делать отчетность по стандартам ГЭП, да, то есть, вот, весь этот комплекс средств за 6 тысяч километров от Москвы, вот, я мог сказать, да не, я так не буду, зачем это, бизнес был непростой, ситуация была убыточной, поэтому они пытались все продать, а нужно было вытянуть его оттуда, показать прибыльность, да, ну, законными средствами, и продать компанию с нормальные деньги, это вот вызов, и, конечно, ну, меня такие вещи, ну, хотите, заводят, да, то есть, мне это интересно, вот, ну, по крайней мере, было в молодости проверять себя на вот такое, слабо, не слабо, и поэтому, вот, не всегда нужно стоять крестно при банкротной компании, то есть, к вам, ведь это решение собственника, да, говорится, не будьте большим католиком, чем Папа Римский, вот Папа Римский, это глава католиков, и, соответственно, это ваш учредитель, да, это его компания, поэтому, ну, поэтому, вот, если он считает, что бизнес может сохранить и вас, как финансовый директор, или операционный директор, или, наверное, генерал, нанимать на это, слушайте, ну, вы готовы же ему помочь за разумные деньги? Допустим, у нас, вот, ну, я знаю бизнес, да, в котором собственник нанимал управляющего, и бизнес был в тяжелой ситуации, поэтому договорились, что понесли совместные риски, то есть зарплата будет небольшая, но, если бизнес вводит в прибыль, соответственно, учитель был готов делиться прибылью с директором, тоже интересное решение, да, то есть, да, я, и это, ну, от меня зависит, от генерального, там, операционного или финансового директора, да, то есть, сделать бизнес прибыльным, то есть, устранить излишние затраты, сделать нормальное планирование, там, до 10 лет вперед, даже в российских условиях, да, непростых, поэтому вот, ну, поэтому, я знаю, что так долго отвечаю на вопрос, да, нужно ли, не нужно, нужно ли, не нужно делать бизнес, вытягивать предбанкротную, это разные ситуации, это решение собственника, что он с ним хочет делать, и ваше решение, как финансовый директор, согласиться на такое заманчивое предложение или нет, да, то есть, можно отойти в сторону, сказать, да нет, поищу попроще, или, если предложение вас устраивает по деньгам, ну, почему не попробовать, вот, поэтому, вот, это, к Антону тогда, можно в следующий раз рассмотреть такую таблицу, да, что делать, это, как бы, такой план, что делать финансовый директор, вот эти 6 часов, которые Наталья в первом месяце оставляет свободными, да, я тоже считаю, что нужно изучать работу смежных подразделений, безусловно, можно сказать, это аудитом, да, но изучать нужно, но хочется понимать, что делать параллельно в остальное время, да, за что бросаться, деньги, или бюджетирование, или автоматизация, за что бросаться в первую очередь, вот, и, ну, не буду вас больше мучить, да, еще Антон просил, Антон просил подробнее рассказать о курсе, которые стартуют, я не буду вас больше двух минут занимать, да, вот, в следующий раз могу подробнее остановиться, чтобы сейчас, сказать, чтобы сейчас вы не устали от моих, от моего голоса, вот, расскажу кратко, то есть курс, который стартует в конце февраля, да, это из трех частей стоит, то есть он, финансовый директор, это значит, что будет разговор про финансы, slow leader, это значит, что soft skill, регулярный management, то есть, как я бы говорил, да, из трех частей стоит мое видение функционала или компетенции финансового директора, собственно, финансы, плюс, там, считайте, лидерство, HR, да, такое, и цифровая составляющая, это информационная система, и в курсе я показываю, открывая реальные системы, то есть я не просто рассказываю, как это сделать, а вы приходите потом, ну, опять Excel, нет, я рассказываю, мне понравился отзыв одного слушателя после курса оборотный капитал, говорит, я не знал, что из 1С можно столько выжить, вот я показываю, как из 1С выжить столько, чтобы не нужно было пользоваться Excel, вот, не побоюсь этого слова, по крайней мере, для вот типовых повторяющихся операций, то есть я вот Excel люблю, и в нем делаю планирование, потому что нету, к сожалению, нормальной альтернативы, но планфактный учет вести в Excel, даже управление ски, это, ну, нонсенс, так не должно быть в 21 веке, мы должны пользоваться готовыми системами и уметь их настраивать, и, к сожалению, не всегда айтишники здесь помощники, айтишники часто спают, ну, скажите, что сделать, я сделаю, слушай, если бы я сам знал, я бы, как говорится, жил бы на Бали, да, но поэтому я учу финансового директора, ну, хотеть опускаться или обсуждать вот вещи, связанные с айти тоже, и современный финансовый директор не может жить без этого, он не может говорить, как я уже повторяюсь, да, сделай мне вот такой отчет, и как ты его получишь, мне неинтересно, ну, так это не работает, чтобы сделать такой отчет, нужно было по-другому делать автоматизацию, будете смеяться, сейчас такое у нас, ну, в топ, одна минута, мир без ситуации случилось у нас, то есть мы внедряем битрекс 24, и я, честно говоря, не влезал, мне 1С хватало, и там, своих задач, я договорился, что сопровождают такие директоры, да, но вроде дошло дело до сдачи работ, то есть я так смотрел, понимаю, что пользователи, то есть менеджер продажам довольны, я говорю, хорошо, ну, давайте иметь вот такие отчеты, теперь, система готова, еженедельно, и такие-то ежемесячно, допустим, эффективность рекламной кампании, что мы потратили столько денег на рекламную кампанию, такой-то и столько-то принесла на выручки, такой-то стоимость одного лида, причем в этом, допустим, я могу сравнить источник, через Facebook такая-то отдача, через, не знаю, YouTube такая-то отдача, опа, а таких отчетов построить не можем, так не можем, ну, потому что уже так система спроектирована, что такие отчеты не получаются, не сделано правильных ссылок в системе, чтобы такие отчеты получить, и теперь нужно либо бульдозером сносить эту систему, строить новую, заново, и, соответственно, все данные, что переколачивать, у нас там 10 тысяч записей, вот такая история, да, и поэтому финансовый директор не может от этого отстраняться, то есть, мы, конечно, шли в их ситуации, но вот финансовый директор должен быть, уж по крайней мере, в автоматизации RP-систем, в автоматизации финансов, участвовать в любых проектах, быть, если не в каждой бочке затычка, вот заменять собой главную механику, я не хочу, потому что это, я там не специалист вообще, ну, так, так же, я вот извиняюсь за повтор, да, то есть, а вот в автоматизации я должен понимать, потому что, ну, это, ну, тренд, к сожалению, к счастью, современного мира, вот, ну, давайте в следующий раз я подробнее остановлюсь еще на задачах, которые курс помогает там решить, да, еще Антон попросил, ну, расшифровать вот программу курса, да, что такое операционная отчетность, что такое бюджетирование, как техника делегирования, вот он просил, ну, такие вещи чуть подробнее рассказать, потому что они не раскрываются, давайте об этом тоже поговорим в следующий раз, и я просил наших партнеров, компаний CFO Cafe, чтобы они продлили, продлили режим годной покупки курса еще на неделю до 10 числа, поэтому, если есть желание, возможность, да, пожалуйста, присоединяйтесь, есть пока действует, как это, раннее бронирование. Все, давайте я не буду больше отнимать ваше время, да, обещал две минуты, постараюсь это, это, буду экономить ваше время, стараюсь больше полчаса, полутора часов не затягивать, уже тяжело становится, не и вам, давайте тогда мы в следующую среду продолжаем встречаться, и предлагаю, мы продолжим, там остался кусочек, тоже очень интересный, когда мы говорим про цифровую трансформацию, поговорить про отношения с клиентами, про цифровизацию отношений с клиентами, про систему CRM, системы, системы там прогнозного планирования есть такое, да, куда, куда тренды движутся, и я немножко стал в этом разбираться, потому что наш институт ищет интересные стартапы цифровые, вот, и я понимаю, куда может быть следующий шаг за CRM, вот, это тоже важно понимать, и финансовый директор в том числе, также предлагаю, вот, я разобещал, я, ну, покажу вот эту таблицу, да, расскажу, как говорится, ключевое слово, первые 100 дней финансового директора, так будет понятно, да, это таблица из курса, мне не жалко, ее вам предъявить, показать, там детали, конечно, будут подробнее на курсе, но, все равно эти вещи, то есть, ну, я вам расскажу, в следующую среду, пожалуйста, приходите, поэтому, друзья, да, кому интересно, приглашайте коллег, я обращаюсь к тем, кто был сегодня заочно, не смог задать свои вопросы, пожалуйста, вы можете, вы, вы, как говорится, наша сила, наша гордость, поэтому, вы можете вопросы присылать и в течение, в течение этой недели, да, если вы хотите что-то спросить, или что-то вам было непонятно, давайте я напишу здесь адрес, ну, я не знаю, в запись попадет он или нет, буду надеяться, попадет, то есть, но я на всякий случай произнесу, адрес простой, смирнов, собака, digitalcfo.ru, можно по этому адресу писать мне вопросы, писать мне вопросы и предложения, какие темы вы еще хотели бы обсудить, там, через неделю, да, поэтому давайте поддерживать, как говорится, интерактив и, ну, продолжать наше средовое занятие, сейчас, модная тема, раз еще в обучении, вот, 47 минут, не больше, чем еще 3 минуты возьму, сейчас модная тема, ну, как перейти на русский, такое продолжающееся обучение, считается, что раньше человек получил лучшее образование и ходит до пенсии счастливый, что ему это образование достаточно для своей производственной деятельности, да, сейчас же считается, что, к сожалению или к счастью, нужно учиться постоянно, поэтому вот, я и сам, несмотря на то, что я читаю курсы, я и сам учусь, да, я сам читаю, и, ну, что-то там на английском языке, что-то на русском языке, особенно, я читаю сильно посвященное, там, цифровой трансформации, мне интересно, да, интересный опыт зарубежных компаний, вот, и, ну, интересные вещи нахожу, поэтому вас тоже призываю учиться постоянно, сейчас уже нету, к сожалению или к счастью, альтернативы, да, что у каждого месяца, каждую неделю, каждый год нужно повышать свои знания, в той или иной области, там, какие-то платные, бесплатные курсы, неважно, но учиться нужно постоянно, тем более у вас есть такой шанс в нашем сообществе коллег-финансистов в нормальной комфортной обстановке за чашечкой кофе присутствовать в нашей встрече. Спасибо большое за внимание, желаю вам всем приятного вечера и жду вас в следующую среду в 19 часов. Спасибо большое. Тогда, с вашего позволения, отключаюсь. Еще раз спасибо, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова